В этом ролике я хочу остановиться на образе Сталина. Николай Платошкин много говорит о Сталине и практически никогда не скрывает своего восхищения, что тоже наводит на размышления. Если говорить об образе Сталина, который сейчас вовсе рисуют сталинисты, то он у них кругом положительный, а особенно они подчеркивают его аскетизм и скромность в быту. Но это далеко не так. Настоящий Сталин никогда не был аскетом, и ему никогда не была присуща скромность в быту. Это уж не говоря о том, что его положительность – это, мягко говоря, перебор. У Сталина была очень нездоровая тяга к роскоши. Эта тяга к роскоши ничем не отличается от тяги к роскоши Владимира Путина, которая недавно получила всероссийскую известность, да и не только всероссийскую известность, благодаря расследованию Алексея Навального о дворце Путина. Сталин же построил в себе огромное количество дворцов. Причем делал он это в самые страшные, в самые голодные годы для нашей страны. Это уже не говоря о том, что дворцы царской семьи Романовых тоже были в его полном распоряжении. Поговорим об этом предметно. Я предлагаю здесь опереться на свидетельские показания, так сказать, его дочери – Светланы Аллилуевой. Еще до войны он завел в себя массу резиденций в разных концах страны, которых, по свидетельству Аллилуевой, лучше прочитаю. С годами становилось все больше и больше. Это из книги «Двадцать писем». Продолжали их активно строить и после войны. В первом же годе после войны он предпринял автомобильную поездку по стране, чтобы, опять же, по его словам, как написала Аллилуева, посмотреть своими глазами, как живут люди. Люди жили в землянках и в развалинах. Далее Аллилуева пишет. После этой поездки на юг там начали строить еще несколько дач. Теперь они назывались госдачи. Построили дачу под Сухуми, около Нового Афона, целый дачный комплекс Норица, а также дачу на Валдаве. Далее в книге «Только один год» она отмечает. Сталин строил все новые и новые дачи на Черном море. Еще выше в горах старых царских дворцов в Крыму, бывших теперь в его распоряжении, не хватало. Строили новые дачи возле Елты. Понятно, строили не только на юге, строили и на севере. Вот что пишут Аллилуевс. Опять же в книге «Двадцать писем». Только под Москвой, не считая Зубавова и самого Кунцева, были еще липки. Старинная усадьба по Дмитровскому шоссе с прудом, чуесным домом и огромным парком с вековыми липами. Семеновская и новый дом построили перед самой войной. Возле старой усадьбы с большими прудами, выкопанными еще крепостными, с обширным лесом. Теперь там государственная дача, где проходили известные летние встречи правительства с деятелями искусств. Это было далеко не все. Сталин строил все дворцы по всей стране буквально как сума зашел. Например, многочисленные дачи в Грузии, в районе морского курорта в Зубдиде, в районе водного курорта Цхалтуба. И список можно продолжать долго. И есть вопрос зачем. И объяснить это ничем, кроме патологической тяги к роскоши, невозможно. Сталину нужно было буквально разорваться, чтобы отдыхать во всех этих дворцах. Вот опять же, что отмечает Аллилуев. Отец бывал там очень редко. Иногда проходил год. Но весь штат ежедневно и еженошно ожидал его приезда и находился в полной боевой готовности. Здесь также нужно добавить, находился он в этой полной боевой готовности за государственный счет. Вот какой был Сталин аскет по свидетельствам его собственной дочери. Можно также опять добавить, что они здесь во многом схожи с Владимиром Путиным. И мне даже иногда кажется, что эта история с дворцом Путиным сейчас всплыла далеко не случайно. Похоже, сама судьба помогает нам понять, как опасно возвеличивать таких людей, как Сталин и Путин. Среди литературоведов есть мнение, что самый достоверный образ Сталина удалось создать Михаилу Булгакову. В повести «Собачье сердце». Этот образ – это образ Шерикова. Да, литература и веды считают, что прототипом Шерикова был Сталин. И одна из причин, почему они так считают, что ведь настоящая это фамилия Сталина, извиняюсь, настоящая это фамилия Шерикова. Не Шерикова, а настоящая его фамилия Чугункин. Клим Чугункин, если не забыли. То есть она созвучна фамилией Сталина, а она тоже железная. Здоровая эта фамилия Джугашвили Сталин тоже, так сказать, железная. И это пора, и ой, как пора вспомнить. А равно понять, как много общего у таких личностей, как Путин и Сталин, Шерикова, Чугункина. И откуда идет эта их нездоровая тяга к запредельной и, самое главное, совершенно безвкусной роскоши. В природу, кстати, безвкусной тяги Шерикова к роскоши. Гениально, опять же, удалось передать Михаилу Булгакову всего лишь двумя словами Шерикова. Шикарный галстук. Вот это эпизод. Что это за гадость? Я говорю о галстуке. Чем же гадость? Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила. Дарья Петровна вам мерзость подарила. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках? Дарья Петровна. Дарья Петровна.